Ну и как, и получается не очень естественно. То есть я смотрю камеры, и о камере рассказываю. А когда с людьми общаюсь, оно более спонтанно получается. И я пытаюсь эти уроки так, 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 так. Ладно. Значит, лолита мармика. Техника выполнения такая. Сначала ноги. Кончиком большого пальца удалением от ажиаткой. И раскачиваетесь. Да, заходите. Оставайте. Кончиком дается? Сену, мальчикам и девочкам. Большим пальцем, кончиком украсайте запятки. Но не так, чтобы поокрям ударить, а тихонечко. И приседайте чуть-чуть. Стыка. Вот это приседание, оно разогреет ноги, вам легче будет сидеть. И раскачивание из стороны в сторону. Оно что делает? Ум приходит в баланс. Есть такое? Так что, если начальник будет критиковать... Кстати, прямо перед ним. Подожди. Давай. Повторяйте за мной. И вот эта точка, если вы видели карты стопы, рефлексотерапия, точечный массаж. Здесь органы нарисованы. И вот это вот голова. А вот это вот эту макушку головы здесь. В йоге этот центр называется сагасрара чакра. И если этот центр включить, то вам будет легче медитировать. Когда вы этот центр активируете, стимулируете верхние железы, шишковидная железа выделяет гормоны. И вам будет легче медитировать. Вам легче будет найти состояние покоя и сосредотачиваться. Теперь символическое значение этого действа. Я ступаю по земле нежно. Я не причиняю вреда ни одному существу. Земля совершенно не напряжена от того, что я пришёл сюда и живу. То есть как вот ты в дом заходишь, когда и не хочешь никого разбудить, ты идёшь на цыпочках, и ты никому не будешь. Так же и по земле ты прошёл на цыпочках, земля не пострадала, никто не пострадал, все только разные, чем то, что ты здесь. Теперь руки. Руки в двух положениях. Либо вот так... Этот джаз раньше видели? Где вы его видели? В фильмах. Я видел это везде. Я видел это в Индии, я видел это в Китае, я видел это в христианской иконописи, я видел это в буддийской иконописи, я видел это в индуистской. Везде, везде, везде. То есть он везде присутствует. Он присутствует, потому что это очень естественный жест для человека. Когда нас пронимает, пробирает насквозь, космическое, ты касаешься Высшего, у тебя вдохновение и самое естественное положение будет для тебя вот так вот руки ставить. Слёзы текут, улыбка до уши, руки вот здесь. И наоборот, когда ты руки складываешь здесь, то ум приходит в то состояние. Ему легче прийти в то состояние. Понятно, да, идея? Почему ты так делаешь? Символика, пять органов действия, пять органов чувств, они направлены к высшей цели, сосредоточены на высшем. Или второй жест, второй жест вот такой. А он что означает первого языка? Приветствую. Приветствую? Мама, привет! Он означает радость, и он означает я выхожу из своей скорлупы, я покидаю скорлупу своего. Скорлупу своей жадности, привязанности, гордости, зависти, страха и прочее, я выхожу из этой скорлупы, я её оставляю, я открываюсь для большой жизни, большой радости. Вот так руки открываю. Вот это вся технология. То есть двигаемся, или руки здесь сложены, или подняты, или сложены. Вот так. И можно с инструментом, с гитарой, с барабаном, хоть с флейтой, хоть со скриптой. Единственное, что делать не надо, это делать вот так. Смотрите, как у вас депрессия начинается. У нас есть даже поговорка такая, руки опускаются, руки опускаются. Это значит, мне кто-то сказал какой-то антикомплимент, критиковал или каким-то образом меня задел за живое, я говорю, о, руки опускаются. Всё, не хочу больше стараться, упираться, делать что-то. Нет вдохновения в сердце. Короче, опускаются. Поэтому не опускайте руки, держите их или здесь, или здесь. Это лучшая практика для преодоления всех комплексов. Она преодолевает комплексы неполноценности, комплексы превосходства, комплексы вины, комплексы страха и так далее. Ты становишься очень-очень мощным. Психологически ты становишься очень-очень здоровым. И вы поёте мантру Баба на Кевалам. Концентрируйтесь здесь. Концентрироваться значит ощущать одну точку и забывать обо всех остальных. То есть про ноги забудьте, про руки забудьте, про туловище забудьте, про голову забудьте. Только чувствуйте вот это место вот здесь. И констентрируйтесь на идее. Высшее Сознание — это всё, что есть. Это что значит? Это значит, что вот сейчас кто танцует? Это Бог танцует в форме вот этой девочки. И этой девочки, и этого парня. И везде-везде вокруг их в форме молекул, воздуха, и в форме меня, и в форме света. Везде только одна сущность, одно космическое Сознание принимает бесконечное количество различных форм проявляет себя. Ясно? Мы что-то увлеклись. Сейчас уже осматриваем её. Всё? Вопросов здесь нет? Нет? То, что вам нравится идея? Да. Хорошо. Мы ещё раз сортируемся. Карандашики в один стакан, ручки в другой. Мальчики. Мальчики сюда, девочек сюда. Пять минут, Киртон, снимайте, даст его выключите. Хорошо. Свет. Двадцать минут я попою. Пока я буду петь, я сменю две мелодии. Сначала одна мелодия будет, потом вторая мелодия. Старайтесь быть рядами. То есть образуйте ряды, и друг за другом прибейтесь. Тогда вот эта решётка формируется такой силой. Вот есть точка зрения, чтобы энергия шла, руки скрещены. А вот это не считается, что скрещены. Или это всё неправда? Если вы будете видеть, там такие энергии бьют, что сносят. Почему мы только эти карандашики разбили? Для порядка. Потому что энергия, она как раз вот так циркулирует. Нет, мужская, то есть вообще традиционно в Индии, когда они делают эту практику, то есть у них вообще мужчина и женщина не смешиваются. Потому что когда мужчина и женщина смешиваются, они обновляют друг друга. То есть их энергия кончается. Один старший монах тренировал младших монахов. И я был свидетелем. И они его спрашивают, да-да, можно вот сейчас пришли на коллективную медитацию, можно мы поучаствуем? Он говорит, нет, вы никуда не пойдёте. Когда придут девушки, вы их увидите, вся ваша энергия будет аннулирована. И он их держал вообще в чёрном теле, полностью в изоляции. Вот это время, во время тренинга, он их никуда не подпускал, близко к женскому полу. Поэтому у нас как это, плюс и минус. Если вы плюс на минус замкнёте, энергия кончается. Поэтому вы... Ну так, вы почувствуете это. То есть когда мужчина и женщина на расстоянии находятся, энергия копится, она не обновляется. Жарковато? А вот за плен закройдуем. Кому холодно? Вы немножко перемещаетесь. Садитесь, и тогда нам легче будет разговаривать. А вот там некоторых обновения вижу. ПЕСНЯ Сначала примите идею, что всё внутри вас и снаружи вас пронизано космическим сознанием, и это чистая любовь. Вот эту идею примите, а потом начинайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok